Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. В этом видео мы посмотрим на графики по биткоину, по эфиру, а также по BNB. Проведем технический анализ. Биткоин идет вниз, за ним летят и альткоины, мемкоины, в общем, все подряд. Альткоины упали на 10-12%, а биткоин упал примерно на 7%. И если вы этому удивлены, то это странно, потому что я вас предупреждал еще три дня назад, что такое будет происходить. Я покажу вам видео, которое я записывал три дня назад. Я предсказал разворот рынка в ноябре 2021 года, когда биткоин сдал 69 тысяч долларов. Прямо ровно в этот день я был единственным человеком в мире, который предсказал разворот рынка. Поэтому, когда я выпускаю какие-то предупреждающие видосы, вы реально должны обращать на это внимание. И вот я покажу вам видео, которое я записывал три дня назад. Вот этот видос, и давайте его посмотрим. Биткоин либо выйдет вверх из этого треугольника, либо оттолкнется. Я все-таки думаю, что биткоин оттолкнется, поскольку обычно мы выходим из такого треугольника, когда пройдем 70% его длины. 70% длины – это вот здесь. Так что сейчас я думаю, биткоин все-таки оттолкнется от верхней границы треугольника, поэтому в лонг я бы заходил от отметки 27 тысяч долларов. И вот прошло три дня, ребята, и сейчас происходит ровно то, что я и предсказывал. Прям оттолкнулись четко, идеально. Ровно так, как я и говорил в своем видео. Я записал это видео, когда биткоин стоил еще 29 тысяч. Ну а сейчас биткоин стоит 27 300. Опускался на 27 200. Ну а я цену входа ставил на 27 тысяч. То есть 200 долларов не хватило, чтобы подхватить ордер. Но пока что какого-то серьезного отскока я не вижу. Поэтому я предполагаю, что биткоин пройдет еще ниже, и сделка активируется. Даже ниже, чем цена входа биткоин может пройти. И что еще очень важно я вижу на четырехчасовом таймфрейме – это фигуру голова и плечи. Плечо, голова, плечо. Это на самом деле медвежий паттерн. Очень сильно может улететь биткоин. Можем даже померить расстояние до линии шеи. Давайте проведем линию, посмотрим, куда может улететь биткоин. Это приведет нас на отметку на 23 тысячи долларов примерно. Вот здесь вот у биткоина очередной уровень поддержки 23 600. Так что, может быть, имеет смысл все-таки отменить этот ордер на 27 тысяч? Потому что ситуация такая, что биткоин может пролиться еще ниже. Да, не очень хорошая история. Если мы пробьем 27 тысяч долларов, это будет просто беда. Тогда уже эти волны Эллиота, которые проставлены у меня на графике, будут неактуальны. Вот у меня волны Эллиота. Начинается с 16 500. Первая волна, затем вторая коррекция, затем третья волна. Это импульс, четвертая волна коррекция, и затем финальная пятая волна. Обычно третья волна – это самый большой импульс. И по идее он должен привести нас на отметку 35 тысяч долларов. Но действительно я ожидал, что биткоин может отталкиваться от отметки 30 тысяч долларов, потому что там очень сильное сопротивление. Вот посмотрите, в прошлом было несколько касаний этого уровня. Здесь в прошлом был очень сильный уровень поддержки для биткоина. И чем больше активы болтаются в определенной зоне, тем сильнее уровень поддержки или сопротивления. Ну и теперь неудивительно, что 30 тысяч долларов – это сильное сопротивление для биткоина. С другой стороны, на дневном таймфрейме мы видим перевернутую голову и плечи, что по идее должно вести нас вверх. Но на самом деле вот ниже есть тоже хорошая поддержка у биткоина на 25 тысяч 100 долларов. 25 200. Вот здесь биткоин проходил к этому уровню, затем отталкивался. Это было в августе 22 года. Проходили вверх, отталкивались, опускались, затем снова проходили вверх, и снова был отскок. Так что очень сильная поддержка у биткоина на 25 200. Но если биткоин удержится на 25 200, то можно еще рассчитывать, что третья волна элита все еще будет актуальной. В целом ситуация, конечно, неопределенная, и если открывать сделку в лонг по битке, может быть, имеет смысл поставить все-таки на 25 тысяч цену входа. Вообще-то вот такой треугольник, который сформировался на биткоине, он говорит о продолжении тренда. Поэтому, поболтавшись в этом треугольнике, биткоин, по идее, должен выходить вверх. Так что шансы на этого биткоина еще есть. Но фигура головой и плечи, которая тут формируется, мне не нравится. Плечо, голова, плечо. Это на дневном и на четырехчасовом таймфрейме. Стохастик на дневном подошел к перепроданности. Но, в общем, я бы попробовал заходить в лонг на биткоине от отметки 25 200. Даже две торговые идеи, в общем, тут можно проработать. Одна из них более безопасная, зайти на отметке 25 200. Вот отсюда можно было бы зайти в лонг на биткоине. И цель по тек-профиту я оставлю, как и прежде, на 35 тысяч долларов. Это одна торговая идея. Более безопасная. Тут хорошее соотношение риска и прибыли. Риска 416 долларов и заработать можно 9822 доллара. Это если вы торгуете без плеча. И с десятым плечом можно заработать 98200 долларов. Где еще вы найдете такое соотношение? Риск всего 416 долларов, а заработать можно 9822 доллара. Это на один биткоин. Но вам не обязательно использовать прям целый биткоин для трейдинга. Можете зайти на любую сумму. Вот такая торговая идея. Но есть еще одна, более рисковая. Вот отсюда можно зайти от нижней границы треугольника, от этого уровня поддержки. Не забываем, конечно, поставить 100+. И тек-профит ставим опять же на 35 тысяч долларов. Именно там заканчивается третья волна элета. По этой сделке риск составляет 380 долларов и заработать можно 7777 долларов. Это если торговать без плеча, с десятым плечом можно заработать 77700 долларов. Вот такие две торговые идеи. И сейчас я объясню, как это все работает. Вот эта красная линия – это стоп-лосс. Здесь сделка закроется автоматически, если цена пойдет не в ту сторону. Посередине – это цена открытия сделки. И вот это зеленое вверху – это уровень, на который мы ставим take profit. И то же самое по этой сделке. Я, наверное, поставлю сейчас оба эти ордера на своем торговом аккаунте. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то подойдите в видео с полезной ссылки. Не забывайте, конечно, поставить лайк этому видео. Включите колокольчик, чтобы не пропускать мои обновления. Я даю очень актуальное предупреждение для того, чтобы вы не потеряли свои деньги. Ну и вот, если вы хотите торговать, то торгуйте на криптовалютной бирже BABIT. Регистрируйтесь на BABIT по моей ссылке, которая есть в описании под видео, и получайте бонус до 30 тысяч долларов. Идите под видео, находите ссылку, кликайте, регистрируйтесь, заводите на бирже деньги, начинайте торговать и получайте бонус. В общем, сейчас я планирую поставить два ордера на своем торговом аккаунте на BABIT. Одна сделка более рисковая – зайти на 27 тысяч. Здесь риск 380 долларов, и заработать можно 7777 долларов. Стоп-лосс мы ставим на 26793 доллара. И take profit на 34929 долларов. Вот этот ордер мы сначала откроем. Еще раз напомню, что ссылка на регистрацию на BABIT есть под этим видео. И, кстати говоря, там очень заманчивое предложение поступило от BABIT. Моя команда провела переговоры. И для вас эксклюзивчик. Если вы зарегистрируетесь на BABIT по моей ссылке, вы получите возможность открыть сделку на 1000 долларов. И это абсолютно бесплатно. Если вы зарегистрируетесь на BABIT по моей ссылке, вы сможете открыть сделку на 1000 долларов. Так, ну хорошо, переходим теперь на мой торговый аккаунт на BABIT. Здесь у меня 268 тысяч долларов. Прикол тут, ребята, заключается в том, что даже несмотря на то, что я сам записал предупреждающее видео, у меня все равно получилась просадка на аккаунте. И я сам-то не позакрывал свои позиции. У меня там было 290 тысяч долларов. И в итоге сейчас 268 тысяч. USDT на 170 тысяч 200 долларов. 13 миллионов 750 тысяч токенов MCRT. Yoni на 12 тысяч 100 долларов. И ETH на 3 тысяч 100 долларов. И сейчас я хочу поставить тут два ордера, о которых мы только что говорили. Разработали эти торговые идеи. Давайте попробуем их реализовать. Первая сделочка будет более рисковая. Мы будем открываться на цене 27 174. Стоп-лосс тут будет на 26 793 доллара. Так, переносим все это в ордер. Цена открытия 27 27 174. На этой цене откроется сделка. Сколько мы сюда заведем? Сколько же завести там? Давайте перейдем на USDT. И посмотрим, сколько можно закинуть. Давайте заведем 2000 баксов. Здесь девятое плечо у меня стоит. Так что в общей сложности получается размер позиции 18 тысяч долларов. Теперь ставим тейк профит и стоп-лосс. Поставим тейк профит на 35 тысяч. И стоп-лосс у нас будет на 26 тысяч. Чего там? 26 793. 26 793. Хотя, может быть, не стоит так сильно опускать стоп-лосс. Давайте уточнимся, где тут лучше поставить стоп-лосс, чтобы получиться хорошее соотношение риска и прибыли. Я, наверное, сюда подвину и стоп-лосс, и цену входа. Отсюда лучше будем заходить. Да, вот так вот я лучше бы поступил. Поправим цену входа и стоп-лосс. 26 913. И стоп-лосс мы ставим на 26 496 долларов. Риск у меня получается 451 доллар. И заработать можно 5 183 доллара. Так, с этим разобрались. Ну и цену входа нужно поправить. Какая там у нас была цена открытия? В итоге 26 913 долларов. Изменяем здесь. 26 913. Что у нас теперь получается? Риск 280 долларов. И заработать можно 5 408 долларов. Подтверждаем. Заходим в лонг. На цене 26 913 долларов. Изолированная маржа. Девятое плечо. Тейк профит стоит на 35 тысяч долларов. Стоп-лосс на 26 493. Подтверждаем. И эта заявочка размещена. Это более рискованная сделочка, которую можно открыть на биткоине. И давайте теперь перейдем ко второй. Это на случай, если биткоин прям основательно будет проливаться. Цена открытия здесь 26 913. Да или нет? А, нет. Какие 26? 25 252. И стоп-лосс на 24 835. Так, сделаем еще такой ордер. Это более безопасный вариант. И здесь побольше соотношения риска и прибыли. Так, давайте ставить. 25 281. Теперь тейк профит и стоп-лосс. Опять же, тейк профит ставим на все те же 35 тысяч. Здесь очень сильное сопротивление у биткоина. Ну и на этом же уровне заканчивается третья волна элета. И ставим стоп-лосс на... Куда мы его там ставим? 24 835. Риск у меня получается 317 долларов. Давайте стоп-лосс поправим, чтобы случайно не выбило. Теперь риск получается 556 долларов. И заработать можно 6919 долларов. Но сделочка у меня будет тут побольше. Давайте заведем 10 тысяч долларов. С 10-м плечом это будет в общей сложности 100 тысяч долларов. Стоп-лосс стоит на 24 500. Если он сработает, я потеряю 2780 долларов. Если сработает тейк профит, я заработаю 34 599 долларов. Так, цена открытия здесь 25 281. Изолированная маржа. Девятое плечо. Стоп-лосс на 24 500. Тейк профит на 35 тысяч долларов. Подтверждаем. Таким образом, две заявки на биткоине мы разместили. Прекрасно. Ну и еще раз напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то торгуйте на криптовалютной бирже Бабит. А ссылка регистрации на Бабит есть в описании под этим видео. И новое эксклюзивное предложение для вас, ребята, на Бабит. Регистрируйтесь, и вы можете открыть сделку на 1000 долларов. Абсолютно бесплатно. Вот эти две торговые идеи, которые мы сейчас отработали, я также забрасываю в свой телеграм-канал с торговыми идеями. Там уже 8300 трейдеров. Опять же, все полезные ссылки есть в описании под этим видео. И вот она ссылочка на мой телеграм-канал с торговыми идеями. Она тоже в описании под видео. Там уже 8300 трейдеров. И обязательно, если вы хотите стать профессиональным трейдером, вам нужно пройти мои курсы по криптовалютному трейдингу. Если вы как-то торговали раньше пальцем в небо, перестаньте это делать. Пройдите мои курсы и торгуйте как профи. Спасибо всем, что посмотрели это видео. Подпишитесь на канал, поставьте лайк. Всех поздравляю, если вы позакрывали свои сделки несколько дней назад. И почему мне нравится вовремя выходить из позиции. Вот многие мне говорят, Джеймс, да нахрена, ты же упустишь волну. Но когда я выхожу на этих проливах, я фактически экономлю 10-20% от своего торгового портфеля. Но поскольку я торгую на большие суммы, для меня это миллионы долларов. И почему это действительно хорошо? Потому что вы выходите в кэш. Выходите в стейблкоины. И они у вас есть для того, чтобы перезайти. Например, вот возьмем Юнисвап. Посмотрите, я тут расставил ордера на покупку Юни. Я хочу купить 500 Юни по цене 4 доллара. Хочу купить 222 Юни по 4.50. И еще хочу поставить один ордер на 1000 долларов по текущей цене. Я как раз люблю подбирать активы на таких проливах. Ищу самые удачные точки входа и покупаю. То есть, когда чуйка мне подсказывает, что будет сейчас разворот, я закрываю позиции и приберегаю кэш для того, чтобы перезаходить. Потому что ничто не растет вечно. Это на крипте, на фондовых рынках. Везде такое. Никогда нет равномерного роста. Так что я аккумулирую кэш, сохраняю прибыль, которую я получил на сделках. И затем просто перезахожу по более выгодным ценам. Спасибо, что посмотрели это видео. И увидимся завтра.